Если можно, я не буду много говорить, потому что Владимир Владимирович Абрашутов вы великолепно знаете. Народные птицы, заслуженные деятели, профессор, куча фильмов, куча наград. Все это вы прочитаете, кто не знает, я хочу сказать по-другому. В моем очень здоровой Владимир Владимирович Супич, которую я называю, когда мы видимся, Ваником, как Лешу Герман называл, потому что это один из самых близких мне по-человечески человек. И его фильмы, они сыграли в моей жизни такую огромную роль. Есть такое понятие, как, знаете, быть человеком, физической реальности и быть человечным. Ваши фильмы, Ваник, делают нас человечными. Вот. И я, когда мы увидели сейчас, я сказал, что я пересмотрел «Время танцора» картина, это перед последним было, да, перед картинкой. Может быть, не самая, так сказать, громкая картина, но я понял, что это, вот была потребность пересмотреть, потому что эта картина с отложенным спросом. Вот. И ее пересмотришь, и она о том, что было в 90-х годах, вот, которую мы вот как бы распрощали, встали с колен, как Леша Герман сказал, мы встали с колен, но нас поставили в позу прачи. А вот эта картина, она сегодня, как и магнитные дури, мы более социальные, когда фильмы могут уметь, философские, чем предыдущие, там, слуга, и, как, где зато посадили, остановился, просто, ну, и любимая охота на них. Вот. Вот что я хочу сказать, потому что в нашей духовной жизни много национально, вот так очень интересно, что премия, да, в России вручается в Минину, сейчас в Татарину, вот, потому что нет национальности, по большому счету, у людей есть искусство. Вот. Мы все люди, или нет, нет, наверное, так же. Ну, вот, у нас замечательный Семя Турман, он учается, знает меня. Вот. Дорогой Вадим, я вот весь в переживаниях, потому что это для меня действительно очень большая радость и большая честь, я много снимал, в один посуде, во всех фильмах рассказывал, много его фильмов делал, вот, и хочу пожелать большого здоровья, особенно психического здоровья, в наше время это очень нужно, и хочу пожелать, чтобы были фильмы, хочу пожелать, чтобы были ученики, и хочу пожелать, чтобы максимально передали свой человеческий опыт и профессиональный, новому поколению, и вы знаете лучше ли, я это уже преподаю в районном университете, но не... есть студент, который для зачета, для экзамена выполняет работу, а есть тот юный человек, девушка, который смотрит в будущее и перенимает у людей старшего поколения все самое ценное, а все самое ценное у нас оно в именно в человечности, и не зря вот здесь есть две статуэтки, это Федор Михайлович Достоевский, наше все, и Ксения, блаженная покровительница Петербурга, важно, что подарен родился в Украине, да, московский режиссер получает премию в Петербурге, в этом камерном замечательном зале, вот, и премия Петрополь, Петербургская, но международная премия, я с удовольствием это сделаю. Ну, я сделаю нашу работу. Положено, вот, чтобы у нас все было, лучше прочесть, да, решение Совета учредителей и жюри вознагрения Петрополь 20-го года присуждено Вадимом Рашидовым за невременную флософскую социальность фильма «Петла мировой искусства». Аплодисменты «Петербургская, аплодисменты» «Петербургская, вашу питерскую требовательность, я бы сказал, так мягко говоря. Поэтому вот то, что я получаю премию, я даже как-то не верю, потому что пробиться в Питере к столь значимой премии, известной премии, но я пробивался долго. Виталий, ты так хорошо говорил, но я не понимаю, почему 22 года я должен был ждать вот этого. Какова логика, так сказать, работы жюри грязнясь, конечно, это на будущее. Я хочу сказать, что, конечно, времена для культуры, для искусства ныне тяжелые. Как это не страшно звучит. Это все одно, что сказать, времена для жизни тяжелые. Как, впрочем, оно и есть. И поэтому те люди, которые с помощью премии, с помощью того, что они делают, тем, что они делают, поэзии, сценарии, фильмы, спектакли, музыки, доказывают, что жизнь все-таки продолжается, вот эту границу сохраняя его пространство культуры, они охраняют. А когда есть люди, которые констатируют это, приветствуют это своим дружелюбием, своим гостеприимствам, вообще идеи поддержать этих людей, вообще это их существование, вот так скажем. Это огромное дело. Спасибо большое этим людям, спасибо вам всем. Спасибо. Жури, спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не уходите, пожалуйста, потому что я вам приглашаю вот этого человека в тюрьмяшки. Он уже выходил сегодня на основную сцену, но он будет выходить каждый раз, когда наследие будет двигаться на свой ряд. Митя Шагин, замечательный наш курьер Митя Шагин, всем своим лауреатам, всем лауреатам нашего времени Гарри Шагин. Я решал в том портрет деревня соборчила. Смотрите, вся эта природа. Практический портрет. Да, да, в детстве. Я в эти карты решился к этому поводу. Спасибо, дорогой. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Года Вадим раньше знал в нашей тренировке. Похоже, он раньше все-таки с Шучуком. Я не говорю. Судя по всем. Надо последить. Кстати, я хочу от имени жюри защитить жюри, сказать, почему так долго не было, ждать очередной картины. Так, ждали. Решили, что если человек с такой четкой, я бы сказал, прям пунктуальностью, каждый два года выпускает новый фильм, один из цифровых спадает, то должен следующий, а что-то какие-то проблемы. Киномеды, кстати, спорят до сих пор, почему наш лауреат перестал снимать. Многие знают, что потому, что его постоянный сценарист, которым, собственно, один из картин он сделал, стал сам снимать кино. Бывают. Такие случаи мы знаем. безусловно. Хотя не единственный ваш сценарист, я хотел, кстати, опять же, киноведам, которые забывают, что свой первый фильм наш лауреат снял по сценарию дяди Гриши Горина, сделав Горина сценаристом задолго до Марка Анатольевича. Это просто исторический факт, который, мне кажется, надо обязательно зафиксировать. А я для себя ответил на этот вопрос, почему Аброшитов не снимает кино, следующий вопрос, если честно. Я подумал, что, глядя на его фильмы, где, как бы, неположительным героем бывали все время такие люди, которые, ну, как бы, не должны были нам нравиться, они за эти годы выросли в таких монстров, что стали, собственно, определять нашу жизнь. Вот, блюм-бум, вспомните, да, вспомните, там, «Время танцора». Ну, в общем, как-то они нас захватили, как бы, нашу жизнь. Я думаю, что если человек, который предчувствует появление таких монстров, ну, имеет эту способность предчувствовать, то что же он предчувствует сейчас, боясь снимать следующую картину? Вот, мне кажется, что вот главная причина, может быть, я сам себе все это выдумал. Но будем надеяться, что мы дождемся все-таки следующей картине. А сейчас я к вашему соседу хочу обратиться, к Леониду Пусковому, который сегодня у нас сегодня запустит в зале и пригласить его к этому микрофону, опять же, по нашей многолюбной традиции поприветствовать сегодняшних рулятов и гостей. Леонид Пусковому, от души поздравляю, всего-всего самого лучшего, здорового, и еще активного. Леонид Пусковому, леонид Пусковому, леонид Пусковому, сумрак, леонид Пусковому, леонид Пусковому, зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, и от самой твоей широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и гор балов, и сейчас пирушки холостой, шепенье беннистых бокалов, и пуша пламенный злой конь. Люблю таинственную живость потешных марцевых морей, пехотных рати и коней однообразную красивость в их ровно сыпленном строю, а тут все проскожно обеданных, сияние шапок этих медных насквозь простреленных в бою. Люблю военная столица твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом или победа над врагом, в России снова торжествует, или, сломав свой синий лед, нема к морям он внесет и, чуя, вешние дни ликует Красуй, Санкт-Петров, и стой, неколебимый, как Россия, да узмирится же с тобой побежденный мастеркия, вражду и плен, старинный свой, пусть годы гримские забудут, и тщетные взрывы не будут тревожить вечный сон Петра. Я вас прошу задержаться, помочь мне вручить следующее. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...